Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про очень интересный магазин, основной ассортимент которого это игрушки для настоящих мужиков. И это не надувные бабы, я говорю про разнообразные радиоуправляемые штуковины, квадрокоптеры, машинки, катера, вертолеты и многое другое, что может гонять, летать и жужжать. Там такой огромный выбор как профессиональных, так и недорогих РС моделей, что глаза разбегаются, а руки тянутся к кошельку. Также там огромная куча всевозможных аксессуаров, запчастей и инструментов для самостоятельной сборки, разборки и ремонта подобных игрушек. С помощью этих запчастей можно при желании собрать свой собственный летательный аппарат, ну если конечно руки из плеч и голова на этих плечах имеется. Цены нормальные, не скажу что низкие, как везде короче. Но, всегда имеются купоны на скидку и удобно, что для своего хобби можно все разом прикупить и получить одной посылкой, а не бегать 15 раз на почту. Я уже покупал в данном магазине и когда меня попросил один из моих подписчиков прикупить какой-то недорогой дрон для обзора, я первым делом полез сюда. И вот сегодня я хочу познакомить вас с этим портативно-карманным вариантом. Называется он JJRC H61. Это FPV квадрокоптер, который управляется через смартфон специальным приложением. Основной фишкой этой модели является оптическая стабилизация дрона во время полета. И собственно эта функция и стала определяющей при выборе. Хочется протестировать, насколько она будет адекватно работать. Сам коптер упакован в достаточно плотную коробку, что весьма актуально при доставке в Россию. Внутри находится дрон с уже установленным аккумулятором, зарядка, комплект запасных пропеллеров, отвертка для их замены, мешок для хранения и инструкция по настройке и использованию. Дрон имеет весьма популярную нынче конструкцию со складными лучами, что позволяет сохранять лопасти в целости и не подвергать их деформации при переноске или хранении. Но в данной модельке полностью отсутствует защита этих самых лопастей, поэтому столкновения со стенами и прочими конструкциями, конечно, будут негативно сказываться на нем. Сверху на корпусе имеется кнопка включения питания и симпатичная подсветка, которая сигнализирует о его состоянии. Снизу расположились цветные маяки для определения, куда повернут дрон в воздухе. Два зеленых спереди и два красных сзади. Еще есть аккумуляторный отсек, в котором установлен сам аккумулятор и совсем крошечная камера, которая как раз таки и должна отвечать за позиционирование дрона в пространстве и удерживать его на одном месте. Аккумулятор установлен на 850 мАч и по заявлению производителя его должно хватать минут на 8, но по факту реальное время полета будет около 5 минут, не больше. Поэтому лучше сразу докупать дополнительные аккумуляторы, чтобы вдоволь насладиться полетом. Для управления используется стандартная прога с одноименным названием JJRC, которую можно скачать по QR-коду или найти по названию. Она имеет достаточно понятный интерфейс и в ней можно легко разобраться методом народного тыка. Верхний ряд кнопок. Это фото-видеосъемка, дальше кнопка регулировки мощности коптера. Я обычно сразу врубаю 100%. Дальше это удержание высоты. А вот интересный момент. Данная кнопка запускает управление при помощи гравитационного датчика смарта. То есть если у вас установлен такой датчик в смартфоне, то можно управлять квадрокоптером при помощи наклона смартфона относительно земли. Джойстик при этом не используется. Это собственно кнопки активации и более точных настроек. Снизу и справа джойстиков имеются специальные регулировочные шкалы для более точной подстройки. То есть если у вас в тот момент, когда стики находятся по центру, квадрокоптер норовит куда-то улететь, то их нужно регулировать. И делается это именно вот такими бегунками. Стрелки посередине это автозлет и автопосадка. Ну а красный стоп это экстренное отключение движков. Для подключения к дрону необходимо в первую очередь запустить его, а потом подключиться на смартфоне к вай-фай сети, которую он создает. В моем случае это UAV бла-бла-бла. Следом запускаем программу и нажимаем кнопочку connect. Если все прошло ровно, то на дисплее смарта вы должны увидеть картинку с камеры квадрокоптера. Первый запуск. И сразу после автоматического взлета дрон зависает примерно на высоте двух метров. И в принципе можно сказать, что он удерживает свою позицию. Есть небольшие колебания влево-вправо, но он их компенсирует. Автопосадка также проходит без проблем. В остальном же управление этим дроном стандартное, как у большинства подобных игрушек. Есть возможность делать флипы, то есть перевороты. Есть режим селфи. А также камера способна блюрить кожу вашего лица, чтобы делать более гламурные фотки. Но это больше для девочек, наверное. По качеству видео, конечно, подходит оно только для просмотра на смартфоне. На компе ролики, записанные с него, смотрятся, мягко говоря, отвратительно. Насколько мегапикселей тут камера? Производитель скромно умалчивает, но по моим ощущениям, она около 1 мегапикселя, не больше. Если не меньше. Хочется отметить хорошее качество пластика. Дрон спокойно переносит достаточно жесткие посадки и столкновения с препятствиями. Ничего не отваливается, не ломается. Так что если вы пилот-новичок, ну как я, то он в принципе должен пережить момент обучения. Единственное, что на улице малейший ветерок норовит его унести куда-то подальше. И потом очень долго приходится ходить и искать его. Поэтому нужно ждать безветренной погоды. Ну или летать где-то в помещениях. Внутри по сборке также все хорошо. Никакого колхоза не замечено. Я особо в радиоэлектронике не разбираюсь. Поэтому люди знающие, если тут что-то не так, то пишите. В целом дрон мне понравился. В данной модели есть та самая, крайне необходимая функция для всех начинающих пилотов, как удержание позиции. В прошлых моих игрушках не было подобной фишки. И это на первых порах, когда ты только учишься рулить этим жужжащим куском пластика, доставляет кучу проблем. А тут кнопку нажал, дрон взлетел и послушно ждет, пока ты сообразишь, что же делать дальше. Ну а наличие какой-никакой камеры позволяет сделать пару фотографий себя любимого с необычного ракурса. Ну и запостить, например, в инстаграмчик. Ссылку на дрона я оставил в описании под видео вместе с купоном на скидку. А еще там есть ссылка на очень интересный гугл документ, где есть купоны для скидок на различные модели из этого магазина. Так что, если вы подумываете о приобретении на лето подобной игрушки, то обязательно загляните в этот файлик. Там много интересного. Ну и на этом все. Если вам понравился ролик, пожалуйста, жмакайте палец вверх. Буду крайне благодарен. А для участия в конкурсе на 5 баксов по традиции, необходимо быть подписанным на канал, поставить лайк данному видео и написать какой-либо комментарий. Итоги через неделю. Следующие выходные на моем втором канале и в группе в ВК. Всем пока и приятных вам покупок. Субтитры сделал DimaTorzok